Приветствую, друзья! Я Виталий Портников. Белорусский президент Александр Лукашенко назвал Украину новой угрозой для Беларуси. Пока что Лукашенко украинский народ не обвиняет и называет братским, обвиняет украинское руководство, которое, по его мнению, стало на путь борьбы с Беларусью. И это, конечно, удивительная демагогия в лукашенковском стиле, потому что Украина никакой угрозой для Беларуси не является. Не наращивает войска на границе между Украиной и Беларусью. Не выступает против интересов белорусского народа, который массово выходил на улицы, протестуя против фальсификации итогов выборов президента Республики Беларусь. Не заявляет о готовности послать силовиков на улицы Минска, как это делала Россия во главе с президентом Владимиром Путиным. Скорее, Беларусь сейчас пытается угрожать Украине, когда, например, Александр Лукашенко говорит о том, что нужно тщательно закрыть украинско-белорусскую границу. Укрепить ее. И что в случае необходимости на территорию Беларуси могут быть введены новые российские войска, которые, разумеется, с территории этой страны могут совершить и нападение, акт агрессии на саму Украину. Но логику Лукашенко можно понять. После того, как в его стране начались массовые протесты против фальсификации выборов, которые пришлось подавить с помощью группой силы, Украина стала для Лукашенко угрозой с точки зрения самого факта своего существования и недавней политической истории. На двух майданах 2004 и 2013-2014 годов украинцы доказали свою способность противостоять авторитарной власти. Майдан 2004 года вообще в принципе может быть сравним с протестами против фальсификации президентских выборов в Республике Беларусь. Ведь и тогда украинские власти фальсифицировали итоги второго тура выборов президента страны в пользу московского агента Виктора Януковича. И именно этот человек, по мнению Кремля, должен был руководить Украиной уже с 2004 года и осуществить фактическую интеграцию украинской территории в российскую сферу влияния. Чем Янукович занялся в 2010 году, после того, как на самом деле стал президентом Украины. Однако украинские граждане отказались признавать фальсифицированные итоги выборов, вышли на улицы. И у украинского режима тогдашнего, в отличие от режима Лукашенко, не хватило силы для того, чтобы расправиться с собственным народом. Пришлось идти на компромиссы, собирать круглый стол, договариваться, проводить дополнительный тур президентских выборов, который Янукович благополучно проиграл. Но сам факт того, что с народом приходится разговаривать, вызывает у Александра Лукашенко бешенство. Потому что самое разумное, что он думает о своем народе, это то, что этот народ должен подчиняться, что это его холопа. Никакого другого представления о белорусском народе в голове Лукашенко, очевидно, просто не существует. Ну и, разумеется, еще один очень важный фактор, который превращает Украину в угрозу для Беларуси, это то, что белорусский президент хочет потакать российские внешние политики. И уж если Владимир Путин считает украинскую власть угрозой для России, просто потому что украинская власть не хочет того, чтобы украинские территории вошли в состав Российской Федерации, то и Лукашенко будет думать так же, видимо, необходима помощь Владимира Путина. А эта помощь предусматривает полное согласие с любыми путинскими заявлениями и инициативами. Не случайно же Александр Лукашенко во время одной встреч с российским президентом позволил себе вместе с Владимиром Путиным открыто оскорблять украинского президента Владимира Зеленского. Ничего подобного Лукашенко не позволял себе никогда, ни по отношению ни к одному из президентов Украины. Пытался сохранять хотя бы видимость какой-то самостоятельной внешней политики на постсоветском пространстве. Но всему этому пришел конец. И если уж Кремли считают Украину угрозой, то и Лукашенко будет считать Украину угрозой. Из всего этого следуют не очень утешительные выводы не только для украинско-белорусских отношений, но и для самой безопасности Украины. Это нужно четко понимать. На протяжении многих лет в Киеве превалировало мнение, что Александр Лукашенко является неким гарантом украинской безопасности, по крайней мере, когда речь идет о границе между Украиной и Белоруссией. Что Лукашенко никогда не допустит того, чтобы с территории Белоруссии был совершен агрессивный акт по отношению к Украине. Что именно это является для него одним из важных моментов белорусского суверенитета. Но теперь мы с вами прекрасно видим, что ничего подобного в принципе не может произойти. Что нападение России на Украину с территории Белоруссии не происходит просто потому, что не происходит. Просто потому, что это сейчас не нужно президенту Российской Федерации Владимиру Путину, который рассчитывает на дестабилизацию ситуации в Украине совершенно другим путем. С помощью внутренних рычагов воздействия на ситуацию в соседней стране. С помощью возможного энергетического шантажа, который, уверяю вас, начнется сразу же после того, как будет запущен в действие газопровод «Северный поток-2». И Россия сделает все возможное, чтобы Украина окончательно лишилась своего транзитного статуса. Ну, может быть, будут еще какие-нибудь периодические меры воздействия на Украину с целью дестабилизации ситуации. Например, обострение военной ситуации на оккупированном Донбассе тоже вполне ложится в эту канву. Но если Путин решит, что ему необходима новая война и захват новых украинских территорий, то совершенно очевидно, что он имеет все возможности воспользоваться белорусской территорией. Лукашенко ему в этом просто не откажет, если в этом будет необходимость. Не Лукашенко теперь решает, какие войска и куда наступают с белорусской территории. Это решает Путин. И только Путин, очевидно, считать целесообразным, использовать белорусское направление или не использовать. И вот это главный итог тех событий, которые происходят в Беларуси в последнее время. Пока Лукашенко жил в иллюзии, что его поддерживает собственный народ, он мог позволить себе некую фронду во взаимошенниях с Кремлем. Приглашать в телевизионный эфир президента Грузии Михаила Саакашвили сразу же после российско-грузинской войны встречаться с исполняющим обязанности президента Украины, представителем Верховной Рады Украины Александром Турчиновым сразу после победы Майдана 2013-2014 годов, не соглашаться, по крайней мере, юридически с аннексией Крыма и не признавать никакой Луганской или Донецкой Народной Республики. Сейчас все изменилось очень быстро. В Кремле уже говорят о том, что хотели бы видеть белорусского президента в Крыму, и думаю, рано или поздно они туда Лукашенко затащат. Сам Лукашенко приглашает следователей из так называемой Луганской Народной Республики, то есть представителей марионеточной администрации, в минус для того, чтобы они вместе с белорусскими бандитами в погонах допрашивали захваченного блогера Романа Протасевича якобы в участии последнего в военных действиях на оккупированном Донбассе. Лукашенко больше ничего не стыдится. Он может позволить себя оскорблять руководителей других государств в присутствии российского президента. Он может устраивать настоящую миграционную войну на границе с Литвой, надеясь дестабилизировать ситуацию в соседней стране по образцу миграционного кризиса, фактически организованного в Европе Владимиром Путиным. И вот новая идея. Украина это угроза, от которой нужно отгораживаться. И тут понятно, что значит отгораживаться. Это ведь не просто отгораживаться с границей. Это сделать все возможное, чтобы иммунизировать контакты между белорусами и украинцами. Чтобы белорусы не имели возможности уезжать в Украину в случае преследований белорусским режимом. Чтобы сама Украина в глазах белорусов была каким-то очевидным фактором белорусской дестабилизации. Понятно, что большинство жителей Беларуси после тех протестов, которые прошли в стране, и после того, как они увидели поведение Лукашенко и его силовиков, в это не поверят. Но желание использовать эту пропаганду для борьбы с Украиной, и я думаю не только пропаганду, но и какие-либо конкретные действия в экономике и в политике, которые мы скоро увидим, является сейчас важной целью лукашенковского режима. Спасибо, друзья. Оставайтесь, пожалуйста, на этом канале, подписывайтесь на него. Подписывайтесь на мои социальные сети и на канал в Патреоне, который помогает нам развивать эти проекты. Удачи! Субтитры создавал DimaTorzok